Продолжение следует... От самого начала истоков до нынешних дней. И, конечно же, красной нитью через всю эту историческую возможность лечения рака эндометрия проходит хирургическое лечение, что было великолепно освещено в докладе профессора Игоря Викторовича Берлева. И надо сказать, что рука об руку, здесь вот желтым я подчеркнула, идет, начиная с самого начала эволюции лечения рака тела матки до нынешних дней, проходит лучевая терапия. Здесь в большей степени как адювантное лечение. А вот в отношении системной лекарственной терапии это только начало 2000-х годов, но, может быть, конец 90-х, когда появляются уже рандомизированные исследования, посвященные системному лекарственному лечению рака тела матки. И, надо сказать, уже с 2000-х годов здесь вносятся коррективы в отношении и адювантного лечения рака тела матки, то есть вносится нота изменения в концепцию лучевой терапии как догмы при адюванте при лечении рака тела матки. Это исследование 122-е, Гоговское, когда сравнивается в качестве адюванта химиотерапия против, казалось бы, стандарта такого железобетонного лучевой терапии. Здесь выбрана достаточно типичная группа рака эндометрия для адювантного лечения. И сравниваются два рукава, лучевая терапия, правда, это тотальное облучение брюшной полости плюс буст на зону региональных лимфоузлов, если они были метастатически изменены. И сравнивается достаточно рандомизированно чётко именно системная лекарственная терапия и лучевая терапия. И чаша весов перевешивается в сторону химиотерапии. Это первый кирпичик был в сторону обращения внимания, в сторону химиотерапии при лечении рака тела матки. Далее это подтвердили американские коллеги. Дальше в 2019 году 258-е исследование Гоговское, где они сравнивали тоже два рукава с химиолучевой терапией в группах высокого риска рака эндометрия, где необходимо адювантное лечение, и просто системную лекарственную терапию, его достаточно типично, как если бы мы проводили при раке яичников, то есть 6 курсов химиотерапии. И здесь, в общем-то, чаша весов оказалась равной, что химиолучевая терапия, что химиотерапия, что опять-таки обращает нас в сторону возможности системного лекарственного лечения в отношении групп высокого риска в качестве адюванта для лечения этих пациенток. Ну и как самостоятельно системная лекарственная терапия, еще раз повторюсь, конец 90-х, начало 2000-х, когда сравнивались только монохимиотерапии, дальше привнесли исследование усиления комбинации химиотерапии за счет дуплетов. То есть первые дуплеты это были доксорубицин, цисплатин, и было показано преимущество безрецидивной и общей выживаемости, что было доказано в метаанализе кохрановских исследований, что было продемонстрировано, да, действительно дуплеты лучше, чем монохимиотерапия, чем при раке эндометрии. Дальше постарались усилить, улучшить результаты лечения распространенного и рецидивного рака тела матки, еще больше усилить дуплеты, добавить еще третий компонент, как, например, доксорубицин, цисплатин, поклитоксел, казалось бы, получили в каких-то исследованиях улучшение по беспрогрессивной выживаемости, но по токсичности оказалось выше в группе триплетов и, соответственно, отказ от лечения, и дальше пациентки сходили с лечения, и неудачи в результатах общей выживаемости. Поэтому на круг результаты уже третьей фазы Гоговских 209-х исследований демонстрируют равные результаты, что дуплетов, что триплетов, при этом большая токсичность у триплетов, и поэтому опять-таки возвращаются к догме первой линии химиотерапии для рака тела матки – это дуплеты. Либо карбоплотин, поклитоксел, либо цисплатин, либо доксорубицин, карбоплотин, либо доксорубицин, цисплатин. Но частично ответ достигает 40%, поэтому все равно идут поиски по улучшению вариантов системного лекарственного лечения, хотя бы по пути антиангиогенной терапии таргетов, то есть Бевоцезумаб хорошо вам известный. Но вот здесь результаты сначала были хорошо обнадеживающие по беспрогрессивной выживаемости, но окончательные результаты по общей выживаемости, да, тенденция лучше, там, где был Бевоцезумаб, но статистической достоверности не было получено. Единственное, что под анализ энергии исследования в отношении двух рукавов выигрыш достоверно лучше среди пациенток с мутацией по П53, то есть вот этот редкий гистологический тип высокоагрессивного, здесь, да, выигрыш антиангиогенной терапии, да, существует. Ну и в возможности таргетов в качестве добавки к системному лекарственному терапию при раке теломатки, еще и вот в особенности при херпозитивном сирозном раке эндометрице Сазумаб тоже показал свою эффективность. Поэтому первая линия химиотерапии остается стандартом дуплеты, плюс добавление таргетов в особой нише пациенток. И системно-лекарственная терапия в качестве второй линии химиотерапии здесь остается большим вопросом до 2020-х годов, когда, в общем-то, исследуются стандартные системные лекарственные препараты, цисплатин, карвоплатин, но при этом уровень ответа невысокий, около 20%, что оставляет желать лучшего. И поэтому здесь вот поиск по каким-то таргетам, особенностям терапии продолжается. И вот здесь вот наконец-то доказали опцию возможности иммунотерапии при раке тела матки. То есть парадигма сдвинулась в сторону новой концепции, то есть воздействия на иммунную клетку. И это сработало при раке тела матки. Благодаря этому исследованию кино 158-го иммунотерапия пембролизумаб среди вот этих опухолей, которые как бы ущербны, мало отвечающие на системную химиотерапию, сыграл вот этот пембролизумаб в качестве иммунотерапии. По уровню частичного ответа, помните, там было 20%, всего лишь здесь оказалось 57% ответ на иммунотерапию у этих пациенток, ну а особой группе MSI-хай положительных. И это сразу же входит в клинические рекомендации по всему миру и отражается и в наших российских рекомендациях. Но остается когорта меньше, там, где нет вот этой вот поломки MSI-хай, нету этого дефицита, то есть профицитные опухоли, здесь уровень ответа меньше 11%. Что же делать здесь? И здесь вот идеология перевод вот этой вот иммунной клетки в чувствительную к иммунотерапии за счет ингибиторов тирозинкиназа срабатывает, за счет линвотениба. И действительно это реализуется в этом исследовании рандомизированном. Комбинация линвотениба с пембролизумабом сработала среди вот этих вот еще более ущербных опухолей, профицитных, то есть где нет этой поломки MSI-хай, и здесь частичный ответ, видите, достигает 38%, если там, помните, циферка была 20%, то есть тоже уже выигрыш какой-то есть. И, соответственно, сразу же тоже эта рекомендация входит и международная, и в российских рекомендациях тоже отражается. Ну и, наконец, сравнивается уже прямое, все равно вопросы какие-то остаются, а может так, а может нет, но прямое исследование, наконец, появляется непосредственно сравнение линвотениба с пембролизумаб против стандартный выбор системной лекарственной терапии, то, что я вам показывала на том слайде, вот вариации доксурбицин, паклитоксел, то есть прямое исследование здесь уже поспорить будет невозможно. И действительно, здесь в этом исследовании результатом оказывается выигрыш от иммуно-таргетной терапии пембролизумаб и линвотениб против обычной системной лекарственной терапии, которая оставляла желать от себя лучшего. И вот видите, выигрыш оказывается даже без поданализа по MSI-хай вот этим вот особенностям. Ну и в настоящее время заключением этих исследований является догма, что линвотениб пембролизумаб статистически клинически значимый улучшение показателей общей и беспрогрессивной выживаемости отражено по уровню частичного ответа, то, что я вам демонстрировала. И в настоящее время, учитывая эти данные, еще раз повторюсь, внесены в клинические рекомендации, и учитывая эти данные, сейчас идет поиск даже возможности вложить этот вариант лечения в первую линию химиотерапии продолжается исследование сравнения пембролизумаболиновотениб со стандартным дуплетом поклитоксилкарбоплотин. Вот это NGOT-N9 исследование, оно продолжается. Вот с нетерпением все его докладывают в процессе набора пациентов, но пока результата еще нет. И, может быть, это вообще будет новое какое-то изменение системной лекарственной терапии рака тела матки. Таким образом, в заключении, в отношении первой линии пока остаются дуплеты, а вот в отношении второй линии иммуно-таргетная терапия включилась в работу по улучшению результатов общей и безрецидивной выживаемости. Спасибо за внимание.